Сегодня на обзоре кофемашина от фирмы Philips. Модель EP5444. Новая такая стоит сейчас что-то в районе 80. Я покупал где-то около 40 со всеми скидками вышла через яндекс маркета, но в состоянии уцененка, как БУ, но рабочая с гарантией полгода. Из минусов начнем. Во-первых, это цена, конечно, но будем считать, что мне досталась она недорого. Во-вторых, тут не было ни заводской упаковки, ни некоторых комплектующих. Например, здесь есть аквафильтр, здесь есть контейнер для воды. Здесь внутри должен фильтр стоять вот в той ячейке, но его не было. Соответственно, чтобы мне накипь не скапливалась, нужно заливать, например, вот через обычный кувшинный фильтр воды, либо купить фильтр. Я смотрел, что оригинально около 2000 стоит, можно аналог рублей за 700 найти. Скорее всего, докуплю, он сюда вставляется. Можно воду с крана наливать спокойно. Этого фильтра не было. Его хватает там, мне кажется, как раз на полгода. Либо там на определенное количество порций рассчитано. Потом появляется сообщение тут на экранчике, типа замените аквафильтр. Вообще тут много оповещений появляется, в зависимости от того, что нужно сделать. Поэтому вы даже если забудете, он вам напомнит. Начнем, короче, с этого. Значит, у нас нет фильтра. Во-вторых, при транспортировке вот эта крышечка повредилась. Здесь отсек для молотого кофе. Здесь одно крепление отломилось. Сначала думал, что мне прислали, уже сломано, но потом все-таки нашел этот кусочек в упаковке, все-таки он у меня отломился во время транспортировки. Сейчас я его заклеил, вроде бы ничего пока не отваливается. Можно пользоваться. Также еще к минусу можно отнести шум. То есть она очень шумно работает. Я не знаю, как другие работы, возможно, это нормально считается. Все-таки тут, по-моему, 15 бар приготовления. Поэтому вряд ли бывает тихий, если только с низким давлением. Также тут есть отсек для молока. И когда вы молоком заливаете, тут тоже пар идет, и он тоже громкие звуки издает. Даже громче, чем при приготовлении кофе. В общем, такой вот отсек для молока съемный. Крышечка. Узнал только недавно, что и пастеризованное молоко может испортиться. Оказывается, оно при открытии уже держит меньшую температуру. Я купил, понадеявшись, что можно сюда залить и не думать об этом потом через пару дней. Здесь у меня кефир уже оказался. Открытие года. В общем, здесь вот так вот ставится сверху. Все, он висит. Через него пар проходит. В зависимости от приготовления. Либо сначала наливается, либо после кофе наливается. Так-то, если убирать в холодильник, то вариант удобный. Потом здесь у нас есть отсек, куда остатки сливаются. Здесь у нас как автомат разборный. Его периодически нужно будет сюда разбирать. Вверху здесь есть ячейка, куда скапливаются остатки от кофе в виде комочков всяких там кругленьких. Сейчас вот темно-коричневый. Это от зернового кофе. Более светлые у меня были от молотого кофе. Да, здесь есть два вида приготовления. Вот эта крышечка со сломанной туда молотой насыпается. Вот ложечкой одной ложки хватает. Второй здесь вот есть крышка. Сюда зерна насыпаются. Здесь какой-то регулятор есть. Я так понял, как-то он регулирует количество или горечь кофе. Не знаю. В общем, что-то он регулирует. Я его не трогал. Если долго не убирать, то есть долго не пользовались, здесь может плесень скапливаться. Еще одно открытие. То есть нужно его частенько чистить, чтобы не скапливалась плесень. Если каждый день пьете, то в принципе он вас сам предупредит, когда поменять. Также здесь скапливается вода от промывки. Ее можно просто сливать. То есть по включению-выключению у нее есть режим самоочистки. Она постоянно будет воду сюда сливать. Не нужно здесь какой-то типа поплавка. Когда он водой поднимается, вверх поднимается и, я не знаю, либо это сигнализирует какому-то датчику, что нужно поменять. Либо ты сам должен увидеть, что у тебя типа уже полный и ты, по-моему, бокал сюда не сможешь поставить, потому что он у тебя будет упираться в этот маячок. Чисто теоретически. Потому что ты как раз сюда ставишь бокал, если ты, наверное, он у тебя будет переполнен, и то он тебе не даст бокал за что поставить. Я так думаю. Вот. Также здесь у нас есть заварочный блок. Так, тут у нас крышечка открывается за отсеком с водой. Здесь у нас вынимается заварочный блок. При нажатии он освобождается, вытаскивается. По идее, наверное, даже если он сломается, то можно будет целиком поменять. Вообще его там, по-моему, тоже как-то чистить. Нужно периодически мыть. Что-то даже, по-моему, смазывать. Но пока я ничего не делал. То есть, получается, у тебя сверху засыпается молотый кофе. Здесь как-то прессуется, и потом комочки куда-то там вываливаются. Да, вот комочки, наверное, вываливаются вот здесь вот и в контейнер. Зерновой, наверное, как-то тоже. Сначала где-то перемалывается, потом сюда опять в виде молота попадает. И та же сам процедура. Потому что конструкция нехитрая. Потом все это обратно ставится. Как-то оно защелкивается. Как говорю, автомат Калашникова. Все задвигается. Потом ставится контейнер с водой. Все. Можно включать пробу. Так, тумблера выключения здесь нет. Только вилка вставляется. Здесь у нас экран типа сенсорного. Язык русский есть. У нас тройка меняется. При включении он производит нагрев и чистку. Вот это, по-моему, и вот здесь вот. И при выключении то же самое. Соответственно, остатки сольются в этот поддон. Лучше бокал вначале не ставить, когда включаете. Вообще, можно даже вот это не ставить. Оно тоже будет чиститься, но лишним не будет. Вот промывка пошла. Вот она полилась, отверстия. То есть вот эти промылись. По-моему, здесь тоже промывка будет. Здесь все нормально. Причем, все, он готов. Теперь по меню здесь у нас есть шесть готовых вариантов. Есть еще профили всякие. У нас синий стоит. Есть режим очистки, где там можете сами вручную прочистить. Там быстрая промывка, варочные группы, накипь, FocoClean. В общем, здесь можно чистить по настройках, выбирать там всякий язык, яркость, выскость воды. Температуру можно выставлять. Тут можно помимо кофе просто горячую воду наливать. Ну и там она тоже регулируется во время уже, когда выбираете щечек напитков. Сколько сделал. Подсветку включать, включать. Заводские настройки, единицы с измерениями. В общем, такие настройки. Так это выглядит бокал после молотого кофе. То есть там очень много остается остатков. Представляю, что в животе происходит от зернового кофе поменьше. Получается, что молотый какой-то более пачкает. Порции здесь в основном маленькие, но есть и несколько вариантов сделать большую порцию. Так, начнем, например, с экспресса. Здесь вот выбирается порошок либо зерно. Соответственно, если больше зерна выбирает, то он крепость наверно увеличивает. Я пока пробовал на порошковом и на самом маленьком зерновом. Дальше у нас выбирается объем. Здесь вот у экспресса максимум 90. Минимум 30. То есть порции достаточно маленькие. Здесь вы считаете, что бокал примерно 200 миллилитров, то меньше бокал получается. И плюс еще, у моего этих нет пенок, у первых трех. Что это? А, это количество чашек. Одно либо два экспресса. Одно эспрессо. Тут зерен меньше становится. Две чашки. То есть можно двойной эспрессо сделать, получается. Тогда по объему, наверное, будет нормально. Кстати, я так не пробовал. Значит, это у нас не пенка. Второй. Просто кофе обычно. Здесь тоже зерно порошок. Здесь уже 220. Здесь вот большая порция. Здесь можно целый бокал налить. И, соответственно, здесь уже не регулируется чашечка. Плюс нельзя больше сделать. По минимуму 100. От 100 до 220 получается. Есть еще американо. Здесь тоже 200. И минимум 80. Ну, чуть поменьше, чем просто кофе. Чашечки тоже только одно. Получается экспрессо только две чашки можно делать. Либо, возможно, это из-за того, что у меня порошковый. Только зерновой выбрать. Да, в зерновом можно двойной делать. Это только, значит, на молотый распространяется. Сейчас еще посмотрим. В этом плохо иногда срабатывает. Минусы сенсора. Так, зерновой. Да, в зерновом здесь тоже можно в кофе обычно. В общем так. Это три вида, которые просто без молока используются. Потом есть вот эти три. А эти уже идут с пенкой. Первые два, по-моему, сначала наливают молоко, а потом кофе. А последний, наоборот, наливают сначала кофе, а потом сверху молоко. Здесь вот порции тоже маленькие. Здесь максимум 80. Вот тут вот это, видимо, уже пенка идет. Здесь можно пенки много налить. Я обычно выбираю третий. У нее там большой бокал. Либо вот если выбираю здесь, то потом кипятком доливаю, чтобы побольше бокал был. Здесь тоже 80. И пенка до 340. Это что-то страшное. Я пока на минимум пробовал. Вот еще есть. Получается капучино, латте, макачино. Это Life A-Lite какой-то. Вот здесь вот уже есть 150. В принципе, почти бокал достаточно. Даже можно не доливать. Здесь вот еще если пенкой побольше сделать, то, наверное, вообще большой бокал получится. Вот. Но помимо этого есть еще больше напитков в клайше. Здесь я пробовал просто кипяток наливать. Здесь в конце есть кипяток, горячая вода. И туда можно сделать тепленькую горячую или кипяток, чтобы долить. Остальные я пока не пробовал. Тут есть кофе с молоком, ристрита, эспрессо лунгу, кофе в дорогу, молочная пена, кофе латте, кофе крема. Надо попробовать их тоже ради разнообразия, потому что еще не использовал. Сейчас мы, может, даже сразу попробуем, посмотрим, как это происходит заодно. Вот, наверное, попробуем просто кофе с молоком. Здесь тоже какие-то режимы. Предварительно что-то... По-моему, недоступен для кофе с молоком. А, короче, молотый кофе здесь не используется. Ладно, оставим минимальный. Дальше. Размер. 80-140. Давайте, наверное, 140. И пенка. 40. Нажимаем ОК. Он пишет, установите Latte Go. Это называется штука, и потом Inter. Сейчас попробую. Это сейчас мололись зерна. Это еще не громко было. У молотого нет такого. Сейчас в зависимости от вида будет либо молоко, либо кофе потекет. Висит аккумулятор. А, сейчас идет молоко. Вот этот стук – это как в терминаторе. В преддверии, что молоко польется. Сейчас. Так, это, по-моему, был самый громкий режим. Когда молоко льется. Останавливается потише. Сейчас кофе должно начать лить. Я бы не сказал, что здесь 140 налито. Здесь больше на 80 похоже. Но еще бывает, что вода кончается, а может не долить. Получается, по второму кругу дзывает. Потому что я смотрю, что здесь мало. Это интересно. Такого у меня еще не было. Сейчас, видимо, без молока просто кофе будет доливаться. Это, считай, как вторая кружка. Либо на двоих, либо увеличенная. Но с таким двойным он не первый раз. В тех режимах такого нет. Там либо один раз сделать и все. Ну вот, в принципе, сейчас уже на 140 похоже. Больше половины. Будем пробовать, конечно, сахар добавить. Он предлагает насладиться. Все, мы сварили кофе. Здесь остатки какие-то вылились. Туда остатки кофе вылились в виде таблеток. Все, можно, типа, выключать. Выключение происходит тоже с чисткой. Вот, например, выключаем. Пошла чистка, промывка. Все, какая-то вода слилась. Здесь, кстати, так ничего, по-моему, не сливается. Для нее, значит, какой-то отдельный промывки есть. В основном, значит, вот эти пазухи. Все, убираем молоко в холодильник, чтобы не скислось. Опыт у нас теперь есть. С молотом, не знаю, есть ли смысл. Для вида попробуем, конечно. Чуть попозже, наверное, когда я буду кое-то еще делать. Пока что вот так. Вот они черные штучки опять. Не знаю видно или нет. Добавились. Можно их выкинуть. Довольно-таки удобно. Как в контейнерах с пылесосами. Можно просто вытряхнуть. Ну, конечно, там остатки остаются, но уже не так. Попозже попробую молотить. А, вот у меня крышечка отломилась все-таки. Со временем хорошо внутренне упала. Тут правая часть у меня. Сейчас я еще раз ее заклею. Обидно, конечно. Думал, что надолго хватит. Но если туда-сюда ее не открывать, то она никуда, в принципе, не денется. Вот. Ладно. Пока на паузу. Еще потом с молотым кофе попробуем какой-нибудь другой режим. Так, еще нюанс. Если у вас в молотом режиме заканчивается молотый кофе, то он продолжает готовку, но наливает просто обычную воду. То есть она прозрачно текет. То есть никакой ошибки, ничего не выходит. Если же стоит зерновое, то он сколько-то возьмет, даже если там чуть-чуть есть, промолит ее. Если это будет мало, он выдаст ошибку и отменит все. Все, что он приготовил, он сольет, по-моему. И попросит еще положить зерна. Но с молотом это не проходит. Также вот в других напитках я все попробовал. Здесь можно просто любую кофе сделать обычную. И вот здесь вот молочную пену. И получится там такой же кофе с молоком. Есть прям горячая вода. Если, например, мало кофе налилось, но вы хотите бокал побольше, то можно здесь не на горячую воду выбраться. Но он доливает его через это отверстие, где молоко стоит. Соответственно, у вас вода с молоком будет заливаться. Если же ее убрать и напрямую ставить, то возможно, наверное, просто вода будет. Не пробовал без этого, без насадки. Сохраняются разные режимы. Синий, зеленый. Желтый четыре режима. И в профиле есть пять режимов, короче. Ну, в принципе, не сложно выбрать еще раз. Пробовал молотый плюс зерновой еще пробовал. Ну, здесь есть зерна в большом количестве. Экстра. Самое большое. Это я не пробовал. Видимо, это большое количество зерен будет браться. И, наверное, крепкость будет больше. Необычно. Вот на минимальном беру. И хватает. Также по количеству молотого я так и не понял. Иногда одной ложки хватает на один бокал. Иногда одной ложки даже на бокал не хватает. Не знаю, куда он там высыпается. Но, по идее, там написано, что одна ложка один стакан. Как-то так. Ну, зерновой, наверное, побольше будет хватать. В общем, такая история.